Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим слово. Первое царство, седьмая глава, с третьего по семнадцатый стих мы прочитаем. Ветхий Завет, Первое царство, седьмая глава, с третьего стиха я буду читать. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды ваших богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от других филисимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филисимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владители филисимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филисимлян, и сказали сыну Израилеву Самуилу, «Не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от других филисимлян». «И взял Самуил одного ягненка от сосов и принес его во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение филисимляне, пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филисимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филисимлян, и поражали их до места под Вехофором. И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Эзер, сказав, «До сего места помог нам Господь». Так устремлены были филисимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филисимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филисимляне у Израиля, от Акарона и до Гафа. И пределы их освободил Израиль из рук филисимлян, и был мир между Израилем и Амариеми. «И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифель и Галгал и Массифу, и судил Израиль во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его. И там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу». В нашей церкви, получается, в прошлом году, наши студенты ездили за границу на один год, и сейчас они вернулись. И, получается, в прошлом году из нашей церкви Янчон мы отправили 10 студентов волонтерами. И когда мы слушали их свидетельства, мы все были очень сильно впечатлены. И на протяжении одного года, молодые ребята, особенно в это непростое время, когда пандемия коронавируса, поэтому границы в африканских странах были закрыты. Они испытали многие трудности, однако в некоторых странах, независимо от коронавируса, они смогли вести также активную деятельность и потом вернулись в Корею. И слушая их свидетельства, все мы были очень сильно впечатлены, особенно студенты, студенты, которые были в Зимбавве. Одна студентка, она учится на факультете английского языка в Сеуле. И перед тем, как поехать волонтером, у нее была болезнь, а также она переживала, сможет ли адаптироваться в этой непривычной для ней условии в Африке. Но слушая ее свидетельства, мы увидели, что она получила и здоровье, а также во многих делах Африки она смогла увидеть, как Господь Бог действует через нашу миссию и через программу «Гоню Скорпс». И мы, слушая ее, были также благодарны перед Богом. В день, когда она возвращалась, Бог дал большой подарок для волонтеров в Зимбавве. Знаете, на протяжении года никогда министры не посещали церковь, но в тот день, когда она должна была уехать, министр Зимбавве, он должен был общаться с пастором Уксу Пак через видеообщение. И этот министр, это тот, который два года назад был в Корее. И два года назад он приезжал как министр по делам образования. И мы показывали ему масштаб наших мероприятий, нашего лагеря, мы показывали программу, рассказывали, как студенты меняются. Особенно через майн-образование он увидел, как многие молодые изменились. И он открыл полностью свое сердце. У меня также была возможность общаться с ним. И поскольку я являюсь ответственным за работу нашей миссии в Африке, поэтому я с ним общался. И несколько раз, пока я ездил туда, я с ним встречался. А также этот министр, он лично, он также очень любит Библию. Он очень ценит Слово. И поэтому, когда пастор Уксу Пак передавал Слово, он слушал внимательно, а потом мы с ним еще подробно изучали каждое Слово, и почти он получил спасение. И потом, на прошлой неделе, когда он общался с пастором Уксу Пак, у него появилась уверенность в спасении, и он так радовался и говорил, «Знаете, встреча с пастором Уксу Пак – это самое полезное время в моей жизни». Он очень радовался. И министр сказал, что все студенты, которые были на протяжении одного года волонтерами в Зимбабве, очень хорошо потрудились, и каждому из них он дал грамоту. Для корейских студентов встреча с министром – это уже большая честь, а он на месте сразу же дал грамоту от имени министра. И таким образом студенты получили большую радость. И этот министр, когда приезжал в Корею, он был министром по делам образования, а сейчас он занимает должность, которая занимает намного больше власти. И до сих пор он работает для государства. И когда он был министром по делам образования, я посетил Зимбабве, и тогда мы подписали меморандум с Айвэф и Министерство образования в области майн-образования. И мы договорились, что будем работать в этом направлении. И наши студенты побывали в Зимбабве и увидели, как Бог действует. А также один студент также свидетельствовал, а он был в Уганде. Я думаю, вы хорошо знаете страну Уганду, потому что пастор Уксупак три года назад он посетил Уганду и проводил новогоднее собрание. Получается, вот на Новый год с 2019 на 2020 год пастор Уксупак, он ездил в Уганду и в стадионе Манделла, где собралось 100 тысяч человек. На протяжении 90 минут он передавал слово. Хор Грачес выступил на протяжении 40 минут, и мы не могли забыть тот день. Действительно, 100 тысяч человек собралось в стадионе Манделла. И не только они слушали слово пастора, но также через центральное телевидение, которое транслировали слово, и через многие радиоканалы граждане Уганды разных регионов могли услышать слово. А также весной прошлого года и осенью, когда у нас был библейский семинар, слово пастор Уксупак на протяжении 11 часов или 9 часов транслировалось через телерадиокомпанию в Уганде. И особенно центральное государственное телевидение, оно транслирует слово пастора. А весной, когда мы проводили также форум христианских лидеров в СЛФ, и когда осенью мы проводили СЛФ, слово пастор Уксупак тоже транслировалось через СМИ. И также 24 декабря рождественский концерт Хора Грачес транслировалось по Уганде. И тоже на Новый год конечно, люди не могли собраться в стадионе, но один час слово пастора Уксупака транслировалось, и также час выступлений Хора Грачес. И не только центральное телевидение Уганды, но все СМИ транслировали слово пастора, чтобы все граждане могли услышать слово пастора. И через наших студентов мы могли слушать, и это было удивительно. И знаете, также наши студенты получили столько дипломов и наград. Они получили награду от министра образования, а также от университета Меккери, который является самым главным университетом в Уганде, также получили благодарственное письмо, и также от министра по экономическому развитию получили благодарственное письмо, а также за то, что студенты работали во многих тюрьмах, они получили благодарственное письмо, а также посол Кореи в Уганде также высоко оценил деятельность наших студентов в Уганде, и от имени посла в Уганде он дал им диплом и знаете, когда наши студенты находятся за границей, они не просто там занимаются волонтерской деятельностью, но также они получают множество наград, и не одну награду, а награда от министра по делам образования, награда от министра по экономическому развитию, от ректоров, от начальников СИЗО, а также от послов Кореи, они получили множество наград и благодарственных писем, знаете, я так считаю, что наши студенты в нашей церкви, вот знаете, есть те, которые были волонтерами, я каждый раз им говорил, пока вы находитесь один год за границей, это очень ценное время, неважно, как другие люди считают, я же считаю, что чем получить образование в Сеульском государственном университете, лучше этот год провести за границей, и это намного ценнее, поэтому, когда вы находитесь за границей, вы должны научиться глубоко размышлять, потом вы должны научиться делать вызов, и вы должны иметь сильное сердце, а также вы должны уметь делиться своим сердцем, научиться вести взаимопмен с окружающими людьми, эти вещи, образование этого мира, они могут дать вам знания или технику, и для этого люди хотят поступить в хороший вуз, приобрести хорошую работу, однако, если один год мы, находясь волонтерами за границей, будем проводить время, тогда мы сможем научиться глубоко размышлять, контролировать свои желания, понимать других людей, и через все это, если у нас формируется сильное сердце, тогда это невозможно оценить деньгами, настолько это ценное, поэтому я говорю, студенты, когда вы едете за границей, вы должны вести активно разные мероприятия, а также вы должны собирать фотографии, видеоматериалы, и когда вы проводите время, вы не замечаете, но когда вернетесь в Корею, останется только фотографии, останется только видеозаписи, поэтому очень важно хорошо снимать фотографии и снимать видео, тогда вот эти материалы, это будет намного лучше, чем любые какие-то сертификаты, которые вы можете получить в университете, и когда вы будете поступать на работу, тогда эти материалы принесут лучший результат, и поэтому каждый раз, когда студенты уезжают за границу, я всем говорю эти слова, но некоторые студенты не слушаются меня, и потом, когда возвращаются обратно в Корею, у них нет материалов, а вот некоторые, хотя они плохо учатся, но послушав слово слуги, и поэтому они хорошо готовят фотографии, и одна сестра, которая училась в колледже, она не очень хорошо училась, но когда она езжала в Африку волонтером, вот она ехала в Нигерию, и когда она вернулась, она всем сердцем проводила разную деятельность, но также она хорошо собрала фотоматериалы, знаете, сегодня в Корее мы столкнулись с серьезными проблемами, что люди не могут устраиваться на работу, и знаете, тем более у этой девушки образование не такое хорошее, она училась в колледже, но это студентка, она смогла поступить в крупную компанию Кореи, на тот момент примерно 200 человек подавали документы, а нанимали только двоих, понимаете, да, то есть принимает двоих, а жилащих 200 человек, и среди них есть многие, у которых хорошее образование, но именно то, что она была волонтером за границей, она смогла получить больше балл и поступить на работу, она поступила в авиакомпанию, но потом, когда началась пандемия коронавируса, и тогда многие авиакомпании из-за того, что начали испытать трудности, начали увольнять людей, и на самом деле, она за очень короткое время смогла стать начальником отдела, и она получила большую милость, и когда она проводила всемирный лагерь, тогда она сама шла и отвечала за VIP-гостей, и она собирала также хорошее фотоматериалы, и поэтому GNC стала большой ценностью, но недавно, получается, в прошлом году, она снова хотела устроиться на работу, но в этот раз, конечно, есть крупная компания, но есть крупная компания Америки, это очень известная компания по всему миру, и в эту компанию, чтобы поступить корейским молодым людям это сложнее, чем просто звезду поймать, и там тоже нанимали два человека, а подали заявление 1600 человек, представляете, 1600 человек, но, если говорить результат, среди 1600 человек нанимали двоих, и эта сестра, которая окончила только колледж, именно ее взяли на работу, я слушал свидетельства, как же получилось, что ее взяли на работу, а вот второй человек, это кто, он тоже родом из Сеульского университета, или родом из университета Пуан, нет, этот человек, он выпускник американского университета ЕИЛ, и среди выпускников корейских учебных учебных, только она одна, и я спросил, как так получилось, и она рассказывала им, да, показывала материал, как она была волонтером за границей, и потом она показывала материалы, как она участвовала волонтером в разных мероприятиях Кореи, и тогда комитет, который отбирал людей, вот, знаете, у других людей есть хорошее образование, есть хорошие сертификаты, но, чтобы как наши студенты ездили бы за границей волонтерами, и вот этот мир души, который они смогли приобрести, способность глубоко размышлять, способность контролировать свои желания, отдавать себя другим людям, способность вести диалог с другими людьми, вот этих навыков нет, а у нее было, и поэтому комиссия была удивлена, и в конце, в конце собеседования вдруг ей сказали, пожалуйста, вот, по-английски скажите что-нибудь, но она плохо знает английский язык, конечно, она была один год волонтером в Нигерии, поэтому она знает основные вещи, но по сравнению с теми ребятами, которые, знаете, учились за границей, она плохо знает, а тут, да, глава комитета говорит, вот сейчас, в это сложное время, пожалуйста, вы можете на английском сказать что-нибудь об этом времени, и тогда она вообще училась в школе Линкольн, да, и она участвовала на конкурсе говорения английском языке, и тогда она вспомнила, что нужно говорить, что сильное сердце важнее, чем мудрость, именно на эту тему она выступала, понимаете, да, и этот текст, она наизусть, конечно, помнит, и в тот момент она вспомнила этот текст, и тут, знаете, один из жюри говорит, скажите что-нибудь на английском, и тогда она сказала, чем знание, в это сложное время нужно иметь сильное сердце, и на английском об этом она говорила, и также Бог помиловал, и она, знаете, как, сразу все рассказала, а ведь содержание такое хорошее, обычно, знаете, не было предупреждено, что будут говорить на английском, а тут ей говорят говорить на английском, а она сразу сказала на английском, и тогда с 3600 человек выбирали двоих, и один студент, который получал образование в Америке, и второй человек, это была наша студентка, знаете, дорогие братья и сестры, наша церковь, вы не представляете, как эта церковь действует удивительно у наших студентов, в марте 2001 года мы основали нашу организацию и начали вести разные деятельности, и сейчас уже 2021 год, 20 лет исполняется, и в феврале этого года мы хотим провести глобал кемп, в первый день мы хотим провести фестиваль вернувшихся студентов, а потом три дня мы хотим провести глобал кемп, вот такой план мы сейчас составили, получается, в честь 20-летия основания нашей организации, мы сказали, давайте попробуем провести, мы сейчас обсуждаем этот вопрос, но знаете, когда наша организация была основана, то первое время мы начали проводить конкурс говорить на английском языке, потому что пастор Ухсупак сказал так, но мы ведь не образовательная организация, мы же не компания, мы же не институт, но мы всего лишь церковь, но мы хотя не думали, но Господь Бог через Сулугу стал организовать конкурс говорить на английском языке, когда мы начинали Айваэф или когда мы начинали Хор Грачас или когда мы начинали Майд Образование, если посчитать, тогда в 2012 году пастор Ухсупак сказал, давайте будем проводить Майд Образование и это Майн Образование, а также когда пастор сказал, давайте будем проводить СЛФ, независимо от деноминации, от конфессы, давайте мы соберем христианских лидеров свего мира, чтобы они на основе Евангелия могли проповедовать, давайте мы будем проводить подобный форум, и начнем в Нью-Йорке. На тот момент, знаете, нам казалось, что проводить подобные мероприятия в Нью-Йорке это невозможно. Но в 2017 году, весной, когда мы начали проводить CLF, тогда получится 18-й год, 19-й год, 20-й год, вот сейчас 21-й год начинается. То есть 3 года, 3-4 года мы работаем в этой области, и, знаете, получается, 570 тысяч служителей из всего мира, они соединились через этот форум. Это было так удивительно, когда мы начинали всегда, мы не знали, что нас ждет в будущем, но пастор 10 лет тому назад сказал, давайте мы будем приглашать министров по делам образования из всего мира и будем проводить форум. тогда мы подумали, а разве министры согласятся прийти к нам? Кто же придет? Мой пастор говорит, давайте проведем. И через этот форум оказалось, что Господь Бог очень много спрятал. вы ведь все уже знаете, что Бог заложил в этот план. Сейчас министры по всему миру, министры по делам молодежи, они приезжали к нам, и сейчас ведь открыли путь, чтобы мы могли работать в их стране. И также пастор сказал, давайте проведем форум ректоров. И даже в этом форуме для ректоров также было очень много заложено на Бога. А в 2017 году пастор сказал, пастор Ли, да, где-то месяц оставалось до начала осенних библейских семинаров, пастор сказал, давайте на этот библейский семинар, который будет в осенью 2017 года, на семинар, который будет в Чамшиле, в стадионе, пригласим христианских лидеров из всего мира. И покажем им выступление хора Грачас. И также каждый раз будем давать им слушать слово Евангелие, а также чтобы они могли поздравить наших братьев и сестер за этот семинар, чтобы они могли также говорить. А также через хомстей давайте сделаем, чтобы они могли общаться с братьями и сестрами, чтобы они увидели, как наши братья и сестры ведут духовную жизнь, а также как наши студенты, школьники учатся, поэтому покажем музыкальную школу и покажем, школу Линкона Горитый Дог. И также будем всем сервисам служить им. И получается осенью 2017 года через то мероприятие мы не знали, что произойдет, а вы ведь сейчас знаете. Я уже говорил, да, пастор из Уганды, пастор Сервада, он через год участвовал на нашем мероприятии, услышал Евангелие и получил спасение и сказал, неужели такой служитель Бога, как пастор Уксупак, может быть в наши дни. Пастор Уксупак подобен апостолу Павлу, и он решил пригласить пастора на самое большое христианское мероприятие, на новогоднее собрание, и он дал возможность передать пастору Уксупак 90 минут слова, и также дал возможность хору Гращас выступить. И подобного до этого не было. А где все это было? Когда пастор сказал мне, пастор Ли, да, давайте осенью на этот семинар мы пригласим представителей христианства по всему миру в Сеул. И в этом слове было спрятано большое деяние Бога. Мы не знали, но сейчас, когда мы оглядываемся назад, мы удивляемся, видя, как все это произошло. сейчас, в 2020 году исполняется 20-летие основания организации iWive, и также 20 лет, как основан был хор Гращас. А в 2015 году мы в немецком городе Марк-Обердорф во время международного конкурса хоров хор Гращас занял первое место и как хор. Знаете, корейцы, они очень слабые на хоровых конкурсах, а хор Гращас смог получить первое место в трех самых престижных хоровых конкурсах, мира. И сейчас хор Гращас за год ездит по всему миру и проводит столько концертов, что в истории человечества, в истории христианства не было хора, который так много выступал, как хор Гращас. Я так верю. И это было возможно, потому что Господь Бог благословил хор. И сегодня он помогает нам с майн-образованием, с формой христианских лидеров СЛФ. А в последнее время также в Нью-Йорке Господь Бог позволил открыть нам гуньос теологическую школу. И через эту теологическую школу, хотя она была основана вдруг, но 1200 человек начали обучаться, а в 2021 году мы молимся, чтобы Господь Бог позволил, чтобы там учились 10 тысяч человек. И сейчас мы приглашаем многих христианских лидеров и на основе Библии, чтобы служители могли научиться духовной жизни. Потому что если они научатся такой духовной жизни, тогда Евангелие будет распространиться еще с большой силой по всему миру. И когда мы думаем об этом, мы не можем не удивляться. И каждый год, каждый момент Господь Бог совершает эти удивительные чудеса через нашу миссию. В Евангелии от Матфея есть такое слово, что новое вино нужно положить новые мешки. Тогда ты сохранишь оба. Если же влезть новое вино в старое, тогда под воздействием химических действий тогда этот мешок разорвется. Что значит старый мешок? Тот наш старый способ, которым мы до сих пор пользовались. Слуга же, человек Божий говорит, что у нас есть Иисус Христос. И если у нас Дух Святой, тогда мы имеем Иисуса Христа, который является новым вином. А если Он новое вино, тогда и мы становимся новым вином. И если у нас есть Дух Святой, тогда мы должны использовать новые мешки, то есть совершать постоянно новые дела. И мы можем увидеть, как Господь Бог открывает путь. Сегодня весь мир испытывает большие трудности из-за коронавируса. Даже до сих пор люди используют трудности. Говорят, что есть средства от коронавируса, но никто не знает, насколько это эффективно. И сколько времени понадобится для того, каждому человеку. Никто не знает. И потом сейчас коронавирус все меняется и в новом виде предстает перед людьми, и мы не знаем, как от них защититься. В связи с COVID-19 весь мир сейчас ведет такой образ жизни, который раньше не могли представить. Сейчас мир стал страшен. В сердцах людей появился страх, и все ходят в масках, и нужно держать дистанцию между людьми. И также из-за многих сложностей многие страны терпят экономический кризис. Но Господь Бог же в нашей миссии наоборот позволил в этих условиях передать Евангелие до края земля всем народам. Он открывает путь, чтобы это Евангелие было засвидетельствовано по всему миру. И когда мы видели, как он действовал в прошлом году, мы все были в изумлении. И также в этом году мы верим, что Господь Бог еще больше будет в разном виде совершать свои дела. Поэтому Бытие 28 главе 14 стих Господь Бог дал нам слово обещания. Что там написано? И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полотню, и благословятся в тебе, и в семени твоем, все племена земные. И по этому слову Господь Бог это слово Бог дал Яков, но также это слово Бог дал нам. И мы верим, что это слово обещания Господь Бог дал также и нам. Поэтому мы верим, что это драгоценное Евангелие, которое говорит, что благодать спасения, совершенной на кресте Иисусом, будет передана людям, людям, которые находятся во грехе, в отчаянии, которые находятся в делах закона, и которые не знают эту истину, чтобы таким людям, через слово, которое передает пастор Уксупак на библейском семинаре, через слово, которое передается на Селефе, через конференцию, через летний лагерь, и также в апреле прошлого года мы проводили только один день пасхального собрания, а в этом году мы хотим провести семинар. Почему? Потому что за границей Пасху отмечают не только один день, а несколько дней. Поэтому и мы в этот раз решили провести не только один день пасхального собрания, а несколько дней. И этот вопрос мы сейчас обсуждаем. Господь Бог, Он через нас. В 2021 году Он по всему миру через телерадиокомпании. Мы говорили 560 телерадиокомпаний, но на самом деле их стало еще больше. Если я не ошибаюсь, почти 700 телерадиокомпаний сейчас транслируют это слово Евангелие. И люди в связи с пандемией коронавируса находятся в страхе и находятся у телевизоров, и у них мало шансов услышать истинное слово. И через слово, которое пастор говорит о том, что Иисус Христос очистил все наши грехи. И Господь Бог открыл путь передать истинное Евангелие людям, и мы верим, что так же он будет действовать в 2021 году. Поэтому в наших сердцах есть огромная надежда. сегодня сегодня я прочитал седьмой главу первой царств. Чтобы понять значение седьмой главы первой царств, нужно прочитать то, что написано в четвертой главе. Тогда вы сможете понять значение седьмой главы. Почему? Потому что, знаете, вот как говорит пословица, «Овзегшись на молоке, будет дуть и на воду». Вот что-то схожее. Понимаете, да? Что произошло в седьмой главе? Израильтяне до того, как в седьмой главе Самойл был поставлен пророком, то есть до этого был пророк Или. Слышали, да, о таком? Священник Или и его сыновья Уфни и Финиес, они были судьями и пророками и священниками в Израиле. И при их жизни была война между израильтянами и филистимлянами и израильтянами проиграли. И тогда из-за этого сражения умерло четыре тысяч израильтян. И они подумали, почему же мы проиграли эту войну? И потом сказали, а, вот нужно принести ковчег и силы, и тогда Бог будет сражаться за нас и мы сможем одержать победу. И поэтому Офни и Финиес, они принесли ковчег Божий и силы в место, которое называется Эвен-Эзере, где шла война. И они принесли ковчег и тогда израильтяне обрадовались и сказали, ура, Господь Бог пришел в наш стан и теперь мы сможем получить помощь от Бога, который вывел нас из Египта и этот Господь Бог будет делать, чтобы мы одержали победу над филистимлянами. И принесли ковчег. Но что случилось с этой войной? Умерло 30 тысяч человек. В общем числе получается 34 тысяч человек умерло из-за войны и ковчег забрали филистимляне и Офни и Финис также умерли в сражении. А когда эту весть доложили священнику или или тоже упал и также умер в тот день весть которая произошла в 4 главе 1 царств это битва когда была донесена израильскому народу израильтяне были очень сильно испуганы и они начали страшиться филистимлян поэтому израильский народ для них филистимляне оставили большую память о проигрыше и поэтому в 7 главе когда Самуэл был поставлен над Израилем и когда израильтяне собрались в массиве снова должна была состояться война с филистимлянами но вот эта память о том что они проиграли битву с филистимлянами и из-за этой памяти они начали бояться начали страшиться филистимлян но мы конечно прочитали текст это война это битва показывать что израильтяне не использовали ни разу меч они не стреляли с лука сто процентов господь бог ради Израиля он сражался за них бог послал большой гром написано 10 стих посмотрите пожалуйста и и на них ужас, и они были поражены пред Израилем, что написано в слове «Господь Бог возгремел в тот день сильным грумом» потом 11 стих «И выступили израильтяне из Масифы и преследовали филисимлян и поражали их до места под Вихромом» Смотрите, в 4 главе 1 царств Израильтяне потерпели страшное поражение, но в 7 главе 10 стихе рассказывается о том, как Господь Бог поставил сильный гром над филисимлянами, и Господь Бог поразил филисимлян И таким образом израильтяне могли радоваться, говоря «Ура! Мы победили войну!» Но Бог что еще говорит? 12 стих «И взял Самойл один камень, и поставил между Масифою и между Сином» Смотрите, война была в Масифе, правильно? Ну, он сказал «До сего места помог нам Господь, и назвал его Авель-Эзер» Что значит Авель-Эзер? Это значит «камень победы», «камень помощи» Другими словами, этот камень был поставлен, чтобы помнить, что Бог помогал им, да? И называть то место Авель-Эзер Смотрите, на самом деле, это место не называется Авель-Эзер Авель-Эзер находится намного севернее, чем то место, где они находятся В Авель-Эзере есть город, где они одержали поражение, но Бог ставит камень, который называется Авель-Эзер Хотя это место было Масифою, но для израильтян в голове пишется название Авель-Эзер Авель-Эзер обозначает это место, где помог нам Господь Но в 4-ой главе 1-ой царств – это ведь то место было, где они одержали поражение, хотя они принесли даже ковчег Божий, хотя они говорили, что Господь Бог с ними и назвали место Авель-Эзер, местом, где Господь Бог помогает Но там они ведь погибли Но в 7-ой главе 1-ой царств – то место, где одержали победу, то место, где Бог помог им, то место, где они смогли возвратиться И то место, где Господь Бог защитил их от проклятия, то место, где Господь Бог дал покой, то место, где Господь Бог дал радость и надежду. Вот такое место было переименовано в Авен-Эзер. Дается новое имя. До этого Авен-Эзер для израильтян это было место, где Бог не помог. Это было место, где они потеряли ковчег Божий. Это было место, где Авен-Эзер и Финист погибли. И поэтому жена Финиста, когда рождала сына, что сказала? Я вот. Что значит, Дух Божий ушел. Но слава Божия не уходила. Я, конечно, дальше буду вам пояснять. Но в сердцах людей же, смотря на положение, смотря на правду, которая стала перед ними, они говорили, что Бог оставил их. Но, дорогие братья и сестры, христиане не должны смотреть на правду. То есть, не должны смотреть на положение, которое мы видим глазами. Мы не должны смотреть на то, что видят наши глаза. Мы должны верить в Слово. И мы должны верить в истину. И мы должны верить в обещание. Иисус Христос сказал, «Истинно, истинно говорю вам». Он ни разу не говорил, «Правдой, правдой говорю вам». Иисус так не говорил. Мы же часто верим в правду как в истину. Но правда – это не истина. Только слово и обещание являются истиной. Но мы, смотря на положение, говорим, «Ой, нам же тяжело. Поэтому Бог не помогает нам». То же самое ведь вас касается, когда у вас есть какие-то сложности. Вам кажется, «Почему же Бог не помогает?» «Ой, Бог не помогает». И легко говорим, «Иговод». Но, если Господь Бог не помогает, тогда слава Божия ушла? Если вы бедные, разве слава Божия ушла? Если вы не смогли поступить в университет, тогда слава Божия ушла от вас? Когда у вас обнаружили онкологию, тогда слава Божия ушла от вас? Нет. Истинный ихавод. То, что отошла слава от Израиля. Какая была проблема в 4 главе 1 царств? Здесь же ведь Самуил говорит, «Вы должны служить только Господу». Они радовались, потому что пришел ковчег. Они говорили, «Да, Господь, Бог пришел в наш стан. Он победит филистимлян». Но почему проиграли? И они не знали, почему. А Самуил поясняет в 7 главе 3 стихе. Пожалуйста, посмотрите, 3 стих. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и астарт». И следующее, прочитаем вместе, 3-4. «И расположите сердце ваше к Господу и служите Ему одному». Вот что Он сказал. Смотрите. Здесь написано, «Служите Ему одному». Совершенно верно. Иисус также говорил, что хорошее дерево приносит хорошие плоды, а худое дерево приносит плоды худые. Хорошее дерево не может приносить худые плоды, и худое дерево не может приносить плоды добрые. Вот так сказал Иисус. Евангелие от Матфея 7 главе. Что же значат эти слова? «Человек, когда Адам согрешил, все люди со стороны Господа Бога стали деревьями худыми». Мы не можем принести плоды добрые, мы не можем принести плоды прекрасные. Даже если мы будем верными, активными, трудолюбивыми от человека, мы, поскольку мы являемся потомками Адама, мы уже являемся деревом худым. Поэтому секира лежит у корней, и остается, чтобы бросили в огонь. Иоанн Хреситель, он говорил «сыновя ехидны». Так же мы действительно являемся детьми ехидны. Кто сказал, что вы избежите гнева? Да, действительно, гнев собран против нас. Какой бы человек ни был хорошим, у нас есть только суд Божий. Но хорошее дерево – это Иисус Христос. Хорошее дерево в этом мире есть только одно – это Иисус. Иисус может принести добрые плоды. Иисус может совершить прекрасные дела. Поэтому, люди, мы не можем служить Господу. Чтобы служить Господу, человекам невозможно. Поэтому мы, которые являемся худым деревом, должны умереть. И Иисус Христос, который является хорошим деревом, виноградным лозом, мы должны к нему привиться. Мы должны умереть и жить Христом. Дорогие братья и сестры, именно поэтому, когда Иисус Христос 2000 лет назад пришел на землю, Он взял на себя грех всего человечества. И на кресте Иисус сказал «совершилось». И тогда все вопросы греха были полностью разрешены. И затем Иисус, когда воскрес через три дня, Он воскрес для оправдания нашего. Для того, чтобы сказать нам «у тебя нет греха». И также сказать «ты праведник», «ты свят». Это же есть разница, правильно? Что значит «нет греха»? Это значит, что Иисус Христос, Он взял на себя наш грех. А что значит «ты оправдан», «ты освящен»? Это значит, что мы, как Иисус, наравне с Иисусом. Может, нам кажется, что это невозможно, но мы, как Иисус, стали совершенными. Как Иисус Христос исполнил все заповеди, также и мы стали теми, которые исполнили все заповеди. И как Иисус, мы стали праведными. Во многих местах Писания написано об этом. К евреям 2 главе написано «Ибо и освящающие и освящаемые все от единого». Все от единого. А в Кремле нам написано «Да явится Он праведным и оправдывающим верующих в Иисуса». Это удивительно ведь, но, хотя нам кажется непонятно, но это правда и это истина. И это слово обещания. И через воскресение Иисуса Христа мы верующим в Иисуса. И тем, которым дан Дух Святой, мы стали теми, которые подобны Иисусу. Мы стали едины с Иисусом. Поэтому мы можем сказать, что мы освящены, что мы оправданы. И мы оправданы, как Иисус. Мы освящены, как Иисус. Вот так мы ведь понимаем. Это удивительно. Почему это стало возможным? Потому что мы умерли, и Дух Иисуса вошел в нас. И теперь Дух Святой находится вместе с нами. И человек, который понимает Духа Святого, приобретает вечную жизнь. А что значит приобрести вечную жизнь? Это значит, что мы вечно можем жить. Смотрите. Если жить на Земле, то сегодня можно прожить до 80, до 90, кто-то до 100 лет. Знаете, моя теща сейчас 96. Сегодня говорят, что люди живут до 100 лет. Даже если вы будете жить 100 лет, но по сравнению с вечной жизнью, подобно точке в космической галактике. Знаете, когда говорят о вечности, вот говорят, что триллион звезд входят в галактику. То есть, в галактике есть триллион звезд. И вот эта галактика, в которой триллион звезд, есть триллион галактики. Понимаете, да? И из них одна звезда. Вот что такое вечность. То есть, есть... Это я так, да, выражаю. Есть галактика, в которую входят триллион звезд. И таких галактик триллион. И среди стольких звезд, да, если говорить, что такое 100 лет, это вот эта одна звезда. Понимаете, если так сравнивать, то это ничтожное, ведь правильно, время, другими словами, 100 лет, которое нам дается на Земле, это время для того, чтобы мы смогли приобрести вечную жизнь. И если мы будем трудиться 100 лет для того, чтобы получить вечную жизнь, это не жалко ведь. Поэтому всю жизнь для того, чтобы приобрести вечную жизнь, люди тратят свое время, отдают свою душу, отдают свою жизнь и финансы, и все отдают. Если бы этим, люди могли бы получить вечную жизнь, была бы не проблема. Правильно? Не жалко было бы. Ну, а мы как получили эту вечную жизнь? Евангелия 1, на 3 главе, 16 стихе написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь написано, «Имел жизнь вечную». Чтобы имел жизнь вечную. Вот что написано в слове. Аминь. Это удивительное слово. Дорогие братья и сестры, это вечная жизнь. И Бог хотел, чтобы имели жизнь вечную. Но это вечная жизнь. Скажите, как приобретается дара верою? Дорогие братья и сестры, не сто лет мы должны трудиться, не должны все свое время отдавать свое сердце. Если мы нам сказали всеми деньгами, все, что у нас есть, и нам нужно дать, чтобы получить вечную жизнь, тогда даже не будет жалко. А мы можем эту вечную жизнь получить всего лишь верою. Эта вечная жизнь, она дается даром. Но из-за этого люди не ценят ее, потому что слишком легко получили вечную жизнь. Господь, Бог, который дал вечный мир, нам кажется маленьким, мы можем легко его оставить. Он должен быть нашим царем. Бог, который дал нам вечную жизнь, он должен быть нашим господом. Он должен стать всем для меня, что я живу, что умираю. То для Господа, который дал мне вечную жизнь, Я должен вести эти сто лет, которые мне даются. Даже тогда мне будет не жалко. Но из-за того, что мы легко получили подарка в вечную жизнь, поэтому мы легко ставим Господа Бога в сторону, который дал нам вечную жизнь, и сами же следуем за плотскими желаниями, за пастливыми делами, за нашим желанием. Ведь многие люди из вас живут так. Зимой. И, знаете, сегодня дети не знают то время, когда в Корее было тяжело. Знаете, мы жили в городе, и нам нужно было топить в детстве углем дом. Так было холодно, так было неудобно. И дом ведь был тоже не теплым. А сегодня мы живем в хорошем доме, где есть отопление. И дети привыкли жить в таких условиях, да? Нужно просто покрутить, и тогда сразу дом согреется. И люди живут в таких хороших условиях, но почему-то в душе нет у них благодарности. Я помню, в детстве мой младший брат и я, мы были в комнате под отделом, и нам было очень холодно. И тогда было так неудобно выходить в уборную. Почему? Потому что уборная находилась во дворе, у двери, там, где дует сильный ветер. И знаете, что я сказал моему брату? Эй, Хондок. Да, брат, что случилось? Знаешь, говорят, в Сеуле есть дом, где в комнате туалет. Да? Да. А как по-большому ходят? Не знаю. Но говорят, что в Сеуле есть в комнате туалет. Знаете, мы были тогда маленькими и не могли представить, как это возможно. А сегодня дети рождаются, и все имеют такие условия, правильно? Все имеют на квартире туалет, поэтому они не чувствуют благодарность. Мы же вспоминаем прошедшее время, у нас есть большая благодарность. Дорогие братья и сестры, это касается спасенных христиан. Мы очень легко получили эту вечную жизнь. Иисус Христос пришел на землю и все совершил. Иисусу было непросто. Он говорил, если возможно, пусть эта чаша минует меня, но будет не по моей воле, а по воле Твоей. Иисусу было непросто. Для нас же мы всего лишь веру и приняли вечную жизнь. И так просто приняли вечную жизнь, поэтому мы не знаем ценность этой вечной жизни. И легко. Израильтяне в 4 главе 1 царства, они принялись к Кению и сказали, ура, мы будем побеждать. Но они проиграли. И в 7 главе выясняется, что они служили как Господом, так же к идолам. Они служили, оказывается, и валу. Что значит вал? Вал значит хозяин. Это бог урожая, чтобы давали хорошую погоду, чтобы растение могло хорошо расти, чтобы хороший урай, чтобы было богатство. А что такое Астарт? Это богиня Астарт, которая защищает семью. То есть, чтобы были хорошие дети могли расти, и чтобы семье было хорошо. И поэтому они служили валу и астарту. Они говорили, что служат Богу, но так же служили валу и астарту. Так же сегодня многие христиане верят валу. Конечно, никто в открытую валу не служит, но в нашей жизни, если мы разберем нашу жизнь, мы сможем увидеть, что чем Господу, мы служим больше своему плоти для нашего желудка, для наших желаний, для нашей жадности. Мы очень много в своей жизни отдаем. Вот что мы можем увидеть в послании к Калостяна. Давайте мы посмотрим одно слово. В послании к Калостяна, 3 глава, 5 стих. Смотрите. Мы получили спасение, и в этой удивительной благодати мы оказались, в котором должны служить Господу. Мы ведь были созданы по образу Божьему, поэтому мы можем общаться с Богом, и мы должны жить вместе с Ним. И кроме Бога, ни на что мы не должны заполнять себя. Но израильтяне, они взяли ковчег и сказали, что они тут с Господом, но оказалось, что у них были вал, что у них были другие бога. Не только в 4 главе об этом написано, но в жизни Илии мы также можем увидеть, что Изя Вель и убили всех пророков Божьих, и поставили пророков Вала, пророков Астарта, и 850 пророков воевали против пророка Елисея. И сначала израильтяне тоже заблудились, и они думали, где же тот Бог, который дает нам истинное счастье? И настолько израильтяне глубоко были связаны с богами Ваал. Знаете, вот во время новогоднего слова пастор говорил о том, что Бог явился Яков Вифили. Если мы посмотрим, он 20 лет находился у дяди, и потом, когда Бог сказал вернуться в Вифиль, тогда он остановился в другом городе, и там он купил землю и останавливается. И там поставил жертвы и говорит, что Водя, служа Богу. И кажется, как будто израильтяне взяли ковчег и думали, что одержат победу, но Ваал и Уфни и Финес, они следовали за плотским, следовали за земным. И, находясь в таких условиях, они не могли одержать победу. Поэтому, всякими поставив жертвенник, кажется, что он служит Богу, но на самом деле он смешал, смешал Господа со своими желаниями. Другими словами, он принимал земное и служил земным богам, подобно тому, что написано в слове «Их Бог чрева». И произошло событие, связанное с дочерью Диной, и когда сыновья убили всех местных людей, и тогда Яков больше не мог находиться на том месте. И тогда Яков подумал, что соседние государства объединятся против него, и тогда все его люди погибнут. И когда от страха Яков не знал, что делать, Бог явился и сказал, «Яков, пойди к Богу, который явился тебе, когда ты убегал от брата, и сделай жертвенник». И говорит, Яков, поднимайся в Вифиль. И когда он шел в Вифиль, и тогда он в своем сердце определился, и он убирает иных богов, и приводит в порядок, меняет одежды, и говорит, пойдемте в Вифиль. Там устрою, я жертвенник Богу. И с этими словами он убирает разных идолов, меняет одежду и возвращается в Вифиль, подобно этому. Когда Самуил был поставлен над Израилем в 7 главе 1 царств, он говорит, давайте служить только Богу. Давайте уберем из нашего стана иных богов, Астарта, потому что Господь Бог не может действовать в таких условиях. И Самуил делал, чтобы народ смотрел и служил только Господу одному. Он объясняет, почему мы проиграли то сражение. Потому что мы смешивали Господа с иными богами. Также мы, спасенные христиане, сегодня мы должны смотреть только Господу, но мы служим не только одному Господу, но также мы смешиваем Господа с многими плотскими делами. Мы Господа, который дал нам вечную жизнь. Даже если мы живем, мы должны ради Господа. Умираем тоже ради Господа. И наши средства, и наше время мы должны отдавать ради Господу. Так мы должны ведь жить. Но, получив эту драгоценную вечную жизнь, наши молодые люди, не зная, как раньше жили, имея все хорошие условия, не ценят то, что имеют. Подобно этим молодым людям, многие христиане, мы получили вечную жизнь. Это ведь такое драгоценное. Руками человеками это было не сделано. Господь Бог, который сотворил этот мир, Он пришел на землю и умер на кресте, и затем воскрес и совершил эту вечную жизнь для нас. И эту вечную жизнь Бог ведь нам дает в дар. Однако, мы, как служили израильтяне Валу и Астарту, посмотрите, Каласиана, 3 главу, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть и до служения. Смотрите, что сказал Самуил, когда его поставили над Израилем. Он точно говорит в слове, «Теперь удалите из среды себя богов иноземных и Астарт и служите одному Господу». Также мы, спасенные христиане, мы получили эту вечную жизнь. Даже если мы, живя на этой земле, например, сто лет ради вечной жизни, даже если мы будем давать наше время, наши деньги, все, что у нас есть, даже если мы дадим Господу, нам не будет ведь жалко ради вечной жизни. Однако, несмотря на все это, Господь Бог по благодать нам дал вечную жизнь. Однако, люди очень легко отдают себя похоти и плотским желаниям. Поэтому Самуил говорит, «Нужно убрать и служите Господу одному». Вот как сказал Самуил, дорогие братья и сестры, в 7 главе 1 царств мы можем ясно увидеть мир Господа Бога. И я желаю, чтобы вы обнаружили этот удивительный мир Господа, вечную жизнь, которую мы приобрели. Ради этого, даже если мы отдадим всю свою жизнь на земле, нам не будет жалко ради вечной жизни, что бы мы ни сделали, мы ведь сможем отдать. Однако, Господь Бог нам дал даром вечную жизнь. Но мы очень легко относимся к вечной жизни, как израильтяне. Они, когда сражались с эфилисимлянами, они служили иным богам, но в то же время они принесли Божий ковчег. Получается, они следовали за своими желаниями, за своей похотью. И когда они следовали за плотским, они не могли одержать победу. Также мы только Господу одному служим. Только Господа возвышайте в вашем сердце. Тогда израильтяне одержали в 7 главе победу над филисимлянами. И называют Эвенезель. Что значит? Господь помог нам до этого места. Они смогли все вернуть. И они смогли служить Богу. И называют место Авенезер. Прежнее Авенезер. Это было место, которое означало, что Господь оставил их. А новое место, которое называется Авенезез, это значит Иммануил. А что значит Иммануил? С нами Бог. Люди думали Ихавод, но теперь это Ихавод превращается в Иммануил. А Венезер, когда Рахель умирала, называла сына Венуном. Но Яков сказал, нет, Вениамин, сын благословения, сын правой руки. Также и в нашей жизни я желаю, чтобы был не Ихавод, что значит Бог не помогает, а чтобы Бог поменял вас в Иммануил, что значит с нами Бог. Давайте на этом я закончу слово. Спасибо за внимание.